Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа. Регион в студии Татьяна Григорьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. Мы стремимся создать условия для тех, кто торгует и для тех, кто покупает. Фрукты и овощи со своего двора. В Анапе открылся еще один фермерский дворик с экопродукцией от местных производителей. Прочные, практичные, состоящие из композита, современных светодиодов. Засветились на главной курортной магистрали. На Пионерском проспекте возле санаториев установили яркие информационные пилоны. Сейчас в отношении вас будут составлены предприятия для владельцев, патрульцев. Жулье у моря. В Анапе борются с нецивилизованной и грубой рекламой, которая вредит экономике и имиджу курорта. Постановка иногородних предприятий на налоговый учет в Анапе начала приносить первые плоды. Муниципальный бюджет получил дополнительно 6 миллионов рублей. Финансисты городской администрации продолжат эту работу. О том, как выполняется поручение главы, говорили на общегородской планерке. Также Юрий Поляков поставил задачу усилить борьбу с несанкционированной торговлей. Об этом и не только в сюжете. Юрию Полякову и участникам планерного совещания представили отчет с очередного объезда сельских территорий. Цель таких выездов – оперативное наведение санитарного порядка и устранение нарушений, которые могут стать причинами возгораний. Это одно из ключевых поручений главы, особенно в пожароопасный период. Работа стала системной, однако главам сельских округов поручено ежедневно объезжать территории. На одном из фото соседи сжигали мусор возле своих домов. На какой дом? Привлекли. А? Привлекли, правильно сделали. Потому что надо будет усилить эту работу и лезть, и сами, плюс ваши сотрудники, проезжать, смотреть, пресекать. И в том, что и привлекать, как вы стоите. А это уже фото с хорошими новостями. В Анапе установили уличные тренажеры на улицах Горького и Лермонтова. Также в муниципалитете появились 11 новых детских площадок. Большая часть из них в сельских населенных пунктах. Средства на эти цели выделил председатель Кубанского законсобрания Юрий Бурлачко из специального депутатского фонда. Выполнены работы по установке детских и дорогих площадок по адресам. Протапова 60, Крымская 128, Крымская 181, 183, 185, Ленина 66, 68, 70, улица Станичная 80. Еще одно поручение главы – мобилизация доходов. Четыре предприятия, которые реализуют крупные инвестиционные проекты, уже встали на учет в Арабскую налоговую инспекцию. В результате в бюджет уже поступило почти 6 миллионов рублей в виде налогов на доходы с физических лиц. В ближайшее время пройдет очередной этап переговоров с филиалами крупных компаний. Эти решения надо принимать. Все, кто находится на территории и работают здесь, хотелось бы, чтобы они платили все налоги здесь. Поэтому проведите эту работу с ними, поговорите и мне доложите потом, с кем и как. Вместе с тем, за минувшую неделю административная комиссия рассмотрела 143 материала. В 134 случаях вынесла решение о штрафе. В виде санкций в бюджет должно поступить более 400 тысяч рублей. В большинстве случаев это компенсация за урон имиджа курорта, нанесенного хаотичной торговлей и нарушением правил благоустройства. Сейчас экватор сезона мы прошли, август месяц. Наверное, людей больше, чем было в июле. Поэтому мне нужно, чтобы была усилена работа по несанкционированной торговле. Кроме того, Юрий Поляков потребовал от всех подчиненных беспрекословного выполнения его поручений. Он дал понять, что ни одно из них не будет забыто. Рано или поздно необходимо будет отчитываться. И лучше о проделанной работе. В Анапе создали еще 40 бесплатных мест для тех, кто выращивает собственную продукцию и желает сам ее продавать. Второй по счету фермерский дворик появился в Анапе на улице Парковая. Он дополняет расположенную рядом главную ярмарку привоз. Его работу оценил глава курорта Юрий Поляков. Он пообщался с производителями и покупателями. Чем привлекает вас привоз? Ну, мы думаем, что здесь, во-первых, свежая продукция. Фермер? Фермерка, свежая продукция, надежный поставщик, да, фермерское хозяйство. А цена у вас никак не... Ну, цена бывает разная, знаете, как на рынке. Но, в общем-то, цены... Цены демократичные по сравнению с центральным рынком. О, приятно слышать. Информация из первых уст. Глава курорта лично опрашивает покупателей. На ярмарках-привозах с фермеров не взымают плату за аренду. Поэтому под контролем не только качество, но и цены. Юрий Поляков сверяется с прейскурантом. Дороже быть не должно. Так, чтобы получилось процентов на 20-30 дешевле, чем в магазинах. Возле прилавка Ирины Васильевой сегодня аншлаг. Помидоры по 20-30 рублей за килограмм. У семьи полтора гектара земли. Сколько продают за сезон, не считают. Поспели, собрали и сразу на привоз. Хорошо, людей много. Хорошо. Продается. Самое главное. Здесь же сразу за воротами новый формат. Фермерский дворик. Идея в целом созвучная. Создавать точки, где малые и средние производители, начиная от домашних подсобных хозяйств, будут реализовывать свой товар, минуя посредников. На привозах и на фермерских двориках присутствуют наши фермеры. Ну, в фермерский дворик входит еще другая, так сказать. Мы организовали тех, кто не санкционированно оторговал, продавал там рассаду, всякие цветочки. То есть мы их организовали и поставили им ряд. Это тоже входит в структуру фермерского дворика. Сегодня это все цивилизовано, ряды написано, кто торгует, чем занимаются. И самый главный аргумент – это бесплатно. Мы стремимся создать условия для тех, кто торгует, и для тех, кто покупает. Более пяти лет назад Елена Кулагина занималась бизнесом. Однако тогда дела не пошли. Пришло время, как говорит она сама, пересматривать жизненные приоритеты. Теперь жалеет, что не занялась выращиванием винограда раньше. У нее около гектара лозы в хуторе Заря. На них порядка десяти разных сортов, начиная от самых ранних, заканчивая поздними. Это то, где ты реально отдыхаешь. Да, физическая усталость, да. Конечно, и спина, и руки, и все. Но это то, где человек отдыхает душой. Теперь у Елены появилось постоянное место торговли, а вместе с ним ощущение стабильности, с которым можно дальше развивать производство. Такие фермерские дворики создаются по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. В Анапе это уже вторая точка. Здесь 40 мест, еще порядка 15 на северном рынке. А в ближайшее время появится еще два фермерских дворика в селе Супсех и станица Анапская. Никита Бойко, Александр Ребеко, Михаил Григорьев, Анапа. Пионерский проспект заиграл новыми красками. Вдоль главной курортной магистрали устанавливают новые информационные пилоны. Идею украсить проспект современными малыми архитектурными формами поддержали владельцы санаториев и детских здравниц. Это совместный проект администрации и предпринимателей. Новые объекты выполнены в едином стиле, соответствующем бренду города Кворта. Синий цвет олицетворяет море, а желтые – золотые анапские пески. Пилоны сделаны из качественных материалов. Они не только ярче и современнее своих предшественников, но и гораздо прочнее. Пилон отличается современными материалами – прочные, практичные, состоящие из композита, современных светодиодов, которые не так быстро выгорают. Стойки к вандализму. Информационные пилоны будут видны и в темное время суток, благодаря яркой иллюминации. Сейчас их на Пионерском проспекте уже шесть. Всего же планируют установить порядка сотни таких конструкций. Кроме того, не исключено, что в будущем в таком же стиле оформят информационные пилоны в самом городе. Отдых на курорте должен начинаться с комфортабельного средства размещения, а не с обочиной дороги. В Анапе продолжают борьбу с жильем, которое предлагает жилье вдоль проезжей части. Зазывалы с картонными табличками в руках не только портят имидж курорта, но и часто являются мошенниками, не имеющими отношения к нормальным гостиницам и отелям. Воспользовавшись их услугами, можно получить отдых сомнительного качества или вовсе оказаться без денег и без апартаментов. Как театр начинается с вешалки, так и курорт начинается со въездных трасс. И первыми, кто встречает многочисленных гостей, часто оказываются вот такие люди в шортах с картонными табличками в руках. Для современного курорта картина, мягко говоря, непрезентабельная. К тому же такая деятельность незаконна и с ней в Анапе борются. То, что стоят вдоль дороги машины, устанавливают зонтики, столики, это у нас по административному кодексу статья 11.21. В этой статье находится санкция за это нарушение, то есть размещение в полосе отвода предметов, не имеющих отношения к обустройству автомобильной дороги. Если человек стоит, например, без машины, стоит в руках, держит табличку, вот как у нас там Шевченко-Слияние Шевченко-Самбурово в городе, на Пионерском проспекте, за это все равно будет наказание, только по другой статье. Статья 12.29. Нарушение правил дорожного движения пешеходам. С какой целью вы размещаете столба освещения? Я мусор убирал. Вы мусор убирали? Конечно. Стоят в стяге, я мусор убираю. А зачем вы туда? Я как бы убрал, в частности. А, Тимуровец? Да. Я лечу с тату всегда. Я вас понял. Ну пройдемте с нами. И таких Тимуровцев десятки за каждый рейд. На них регулярно выходит межведомственная комиссия. Нарушители разбегаются по кустам, прячут таблички, идут в отказ. Но уйти от ответственности все равно не удается. Допустили остановку. Да. В зоне действия дорожного знака 3.27. Сломовка запрещена. Сейчас в отношении вас будет составлено... Пройдемте к патрульному. А это уже ночной рейд. Он прошел накануне под председательством заместителя главы города Эдуарда Балмашева. С ТРАС убрано более 60 табличек и плакатов. Составлено больше десятка административных протоколов. Некоторых приходится буквально выселять с обочин дорог. У них здесь столы, стулья, теневые зонты и даже освещение. Такого колхозного сервиса в Анапе быть не должно. Глава города Юрий Поляков поручил команде усилить меры и очистить от незаконных и небезопасных услуг все въездные трассы и городские улицы. В свою очередь, любая рекламная информация должна аккумулироваться в стационарных и презентабельных центрах по размещению отдыхающих. Мини-туристко-информационный центр, где каждый желающий, который останавливается вдоль дороги, сможет получить информацию о средствах размещения, которые могут их принять. Если, например, автотуристы, они двигаются спонтанно и предварительно не воспользовались услугами интернета, либо еще каким-то образом средствами связи для того, чтобы разместиться в нашем курорте. Поэтому девочки-операторы, которые будут работать в этих туристко-информационных центрах, они смогут проинформировать о гостинице, пансионате, отеле, о тех местах, которые свободны на данный день и разместить туристов. Кроме того, такие центры будут предоставлять информацию о местах развлечения, парках, скверах и музеях. Это также часть стратегии по формированию положительного имиджа курорта. Ольга Родина, Ксения Сипко и Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Еще один бич курортного сезона – это незаконные точки по оказанию услуг нанесения временных татум. Специалисты Управления муниципального контроля в ходе ежедневного мониторинга курорта и сельских округов пресекают работу нелегальных точек. 64 протокола составлено с начала лета на так называемых мастеров временных татум. Из них 54 приходятся на село Витязево и Пионерский проспект. Причем муниципальный контроль не в первый раз пресекает работу этих точек. В соответствии с статьей 3.2 закона 13.3.6.8 КЗ в данном случае были нарушены правила благоустройства. Согласно комплексу 4.1.5.18, показания услуг нанесения тату в местах не предусмотрены для этих целей. За нарушение в первый раз нелегальные художники заплатят от 1000 до 3000 рублей, за повторное уже от 3 до 5. Уже вынесены штрафы на сумму свыше 80 тысяч рублей. Внушительные суммы, конечно, бьют по карману нарушителей, однако многие снова выходят на заработки. Не останавливает нелегалов и тот факт, что они заплатят штрафы и за незаконное оказание услуг, и за размещение нелегального рабочего места на муниципальной территории. Были размещены временные сооружения, это столы и стулья, на территории общего пользования, без разрешительной документации. Также был составлен административный материал. Пресекать работу нелегальных татуировщиков будут до конца курортного сезона. Возле новой стелы на пересечении Крымской и Крестьянской благоустраивают территорию. Там появятся удобные пешеходные дорожки, добавят зелени и цветов. Кроме того, работники жилищно-коммунального хозяйства продолжают благоустройство и других территорий. Вокруг новой достопримечательности курорта формируют пространство. Рабочие полностью демонтировали старую плитку вместе с бетонной подушкой, на которой она была установлена. Всего здесь предстоит уложить порядка 125 квадратных метров тротуарной плитки и около 80 погонных метров бордюрного камня. Жители и гости курорта с нетерпением ждут, когда все работы завершатся. Я отношусь просто с гордостью, поскольку для Анапы, я считаю, что такие достопримечательности важны, они лицо города. Кипят работы и на бульваре имени Героя России Вячеслава Евскина. 8 июля здесь пройдет митинг в память о доблестном земляке. Специально к этой дате здесь восстановят плиточное покрытие, наведут порядок. Здесь идет нарушение тротуарного поребрика или бордюра, так называемого, вот мы меняем, нарушение плитки и отлив входной ступеньки, она там отлита. А здесь на улице Ленина, около детской школы искусств номер один, монтируют ограждение. Оно протянется вдоль всего тротуара до пешеходного перехода, чтобы у детей не было соблазна перейти дорогу в неположенном месте. То есть, бывало, детишки увидят папу, маму и бегом бежит, ему садится в машину, и это может быть через дорогу, может быть на ту сторону, то есть не смотрит ни направо, ни налево, он увидел папу с мамой. Ему надо бежать домой, хочется ребенку. И чтобы этого не было, как бы обезопасиваем. Такие ограждения вдоль дорог появятся вблизи всех детских образовательных учреждений. Всего в городе и сельских округах планируется установить более 500 погонных метров конструкций. Руслан Душевский, Анапа-Регион. О партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Анапа-Регион.рум А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Для студентов и школьников абонемент от 400 рублей. «Витязь». Анапа-Самбурово 254. Мы делаем спорт доступным. Анапа-Самбурово 254.